Попускаешь. Руку за спину, да кто ж так работает, ты первая старайся пересматить инициативу. Субтитры делал DimaTorzok Звонком выходить в стенки и на улицу. Мы договорились на креста позвонить, кто-то где-то моет руки, чтобы успел. Смотрите, давайте звонок сейчас схватить. Он стоит, рука за спиной, на какой-то работник. У меня такие есть. Он все время, руки лишние. Стоит руки сюда или вот сюда. У тебя руки в 10 пальцев, ты должен непрерывно шевелить и сказать, работаем. Работу. Я вам рассказывал про русскую эмиграцию. Только выходят, они уже половички разные делают, уже продают, пельмени стряпают. Русский человек всегда отличался особым каким-то талантом выживания. Нам некогда, как американцы, рот до ушей. Нас посмотрели на фотографии, дубы плотно сжаты. Мы все время ждем подвоха. То от властей, то еще от кого, от соседей. В других странах так. Человек, если хорошо живет, его пример ставят. Вот смотри. Он начал, один теленок был. Древода прошло, у него уже 5 коров. Давай, Ваня, трудись, жен. У тебя тоже все это будет. А у русских не так. Сосед-то поразит. Смотри, мне корову завел. Как бы отравить ее? Мы поехали на лесопилку. Ну, ах ты, ну мужик. Лез, продает, овечек завел. Утром встал, 20 овечек дохлые. Отравили ночью. Представь, куда, говорит, сейчас везти, их не знают. Я рядом с ним сижу и плакать хочется. Овечка-то при чем? Человек, когда огневость, он как даст. Косяки шатаются. Почему? Сатана. Ты смертный. Одна секунда и тебя уже нет. О чем ты думаешь? Ты помоги человеку стать другим. А у нас как-то на мужчине глаза под лоб закатят. Вроде смотрит и не видишь ни под ногами, ни вокруг. Глаза даны для всех охвата, чтобы ты мгновенно определил их где. Почему Суворов выигрывал битву? Он каждого солдата делал генералом. Когда он из Маил готовился штурмовать, там такая крепость была. Никто не мог взять, и он тренировался. А когда, говорит, петух запоет? А он по петушиному кричал. И он выстроил такой же рядом город, вал. И они штурмовали так, что по стенам, как по земле ходили солдаты. И рано утром закукарекал петух. Он вышел и закукарекал. Сам Суворов Александр Васильевич. И ринулись в атаку. И когда он взял эту крепость, а когда штурмуют, вот допустим, здесь неприятели, а надо штурмовать, то кто штурмует, этих должно быть в 6 раз больше. Это военный закон. А у этого было меньше, а у того больше. Кажется, 20 что ли, 6 тысяч, или сколько. Я не могу сказать точно цифры. Он когда взял, и генерал говорит тому, который турецкий был, дурак, такую крепость сдал. Ну тебе же легче. Дурак все равно. Малым количеством, умением. Это его слова говорят. Тяжело учение, легко в бою. Дим встанет и считает. Чего читаешь-то, Евангелие-то? Как будто картошкой горящий рот набили. И как только обед... Бегом. Куда пошла? Бегом. Хоть раз одного, слышишь? Нет. Один там будет торчать. На улице и без обеда. Они горящий стул несут. Станет и стоит, крутится, как в бисененок какой-то. Зачем это делаешь? Я тебе три раза сегодня уже отгонял от этого. Так. Запомните, звонок ударил шагом. Вот так вот в развалку не ходит у нас. Только бежать бегом. Не успел, говорит, опоздал. Вы в нужное место и вовремя приехали. Ваш дедушка вчера звонил. Ну, он не сказал там дедушка чей-то, а именно Егоров дедушка. Я говорю, вы нас знаете. Я уже сколько лет у вас на ваших ресурсах. И говорит, как будто свой человек, он как-то так и сказал. Я давно ваш, говорит. Деда, присаживайся, а ты приедешь-то. Как ему будет приятно, что совсем другой человек. Ну, как не врать, присаживай, поднимай. Мы Роман, он такой, говорится, безответный. Всем помогает. Я поехал в Марабашу, а нет, он стал маленько заботиться о себе. Без собаки отпустил и с ними утренний эмоцион. Терентий вышел, они заодно с отцом. Отец Фермер, но он у него в помощниках, в университет кончил Терентий. Да берите машину. Они простые люди. И вот мы утром рано, сейчас еще нагрузим им. И оттуда должны вывезти. В деревне жить намного легче. Почему? А тут всегда труд, не надо тебе думать, куда себя деть. Корова во дворе. Мой отец как-то идет, смотрит, а там большая такая машина. Написано молоко. И люди вообще не стоят с бетончиками. Отец проходит, да, говорит, тугосисия корова. Тугосисия, это из соска не выдавишь. И они стоят долго, не могут подоить ее. Догадайся так сказать. Тугосисия корова, это сестерна стоит. А дома, я вот расскажу немножко. Жили-то в советское время все налоги. Корову держишь, там 180 литров отдай. Если держишь овечку, значит, полторы отцы, полторы шкуры отдай. Где ты их полторы-то возьмешь? Она должна двойняшку принести. Ну, то есть, глупости были. Есть-то охота. А мама-то яркая была. И у нее была одна корова, камолая. Камолая у нее вот так вот завернутая. Рог нету, а кожа. Камолая. Камолая ободать она не может. И мы даже не знаем, что такая корова есть. Она куда ни повернит табун, она везде в середке. И на нее ни разу не пришлось крикнуть или ударить ее. А другая, если туда шла, она перед домом оторвалась и идет, и идет. А повернули, она через весь табун и уже на той стороне опять перед дом идет. И оказалось, что у нее жирность, у коровы, полусметана у нее была. Мама не дадуя этой маленькой. Мы выйдем туда в лог. Лог это ложбина где-то. Под корову залезешь и пососать маленько надо. Есть-то нечего. А утром-то холодно. А корова где-то отправится. А босиком корова лепешка дымится, станешь и стоишь. А сегодня говорят, ой, это так полезно для организма. А мы ничего не знали полезно, мы знали, что холодно. Теперь ждешь, какая корова оправляется. Опять подбежишь в новую кучку, встанешь и стоишь. Вы же ничего этого не знаете. Мой брат умер из коры надрал, и из коры березой сшил мне сандалии. Они у меня выходные были. Праздничные. Вы же ничего этого не знаете. И вы не нуждаете. Да дай бог, чтобы наши нужды не знали. Чтобы дочери счастливее нас были. Но вы с Богом будете. Мы Бога не знали так, как по Евангелию. Знали, что Бог есть, делать нельзя, воровать нельзя. Мы как огня боялись. Отец был чуть-чуть верующий. Сынок, хочешь пить, пей. Хочешь курить, кури. Но не воруй и в карты не играю. Узнаю, башкот шибух. Он видел, как в карты играют, а утром уже мертвые держат. И мы боялись всего этого. И знали, отец не угрожает. Это действительно так. Он был очень крутой. Заботился о нас. Ни один, ни глаз не потерял, дети не обожглись нигде. Это я вам рассказываю из своей биографии. Почему она очень поучительная. Бог дал родителей. Вместе с отцом полкласса они не кончили, мать. Но как они мудро управляли детьми. А тогда мы даже не знали, что мать хоть раз сказала против отца при отце. Никогда. Не слышали даже этого. А сегодня она при детях кассирит. И, конечно, авторитета отца нет. И авторитет отца, как японка, поднимает все время. Отец сказал. У нас было. Отец сказал. А отец придет, коров приводит. А еще он скажет. Мы не допололили, не дополили. А что скажет? И вот это что скажет? Как будто бы мы знали, что скажет. Ну как же так, ребята. День целый был, и вы не сделали. Картошка заросла. То есть мы боялись этого слова. А что отец скажет? А я ему долблю каждый день. Это бесполезно даже. Сейчас только откинул его оттуда. Он опять в двери лезет туда. Почему? Одержимость бесовская. Тут никак не объяснить. Ему это не надо. Он не может ответить. Только сказал, руки в карман нет. Я пока оборачивался, он уже руки в карман засунул. Это причина в родителях, в самом зачатии, неблагословении, во время поста, не воздерживались. Тут причин много. Но главная причина, страха Божия не было. В ребенка не вложили. А я тут, ну, у кого тут один месяц, две недели пробыл. Но маленько уже стоит, по крайней мере. Он не есть, не знал как, ничего. Так, молимся. Господи, ты дивно велик. Слава тебе. За прекрасный и чудный день. А один день другого дня лучше. Слава тебе. Благослови Романа всех помогающих нам, Игорь и Терентий. И наше пребывание здесь будет полезно для наших душ. Чтобы мы никому не препятствовали, никого не вели в соблазнух. Хвала тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Платочки у всех? Да. У кого нет, выходи сюда. У кого нет, платочка, вы должны выйти сразу. Даже не показать. Вы, не у кого нет, платочки. Почему здесь? Первая няга, вы уже не будете. Значит, я говорю, ну, что делаем? Люди сейчас, да рука мой, да рука мой, да рука не коснись. Пробеди там, в ворота коснись и надо. Здравствуйте. И сомнатель. Аппарат, у меня иди. Так, у кого не было? Дуй. А у тебя, Маша? Есть. Есть, да. Все? Садитесь за стол. Платочками вооружите, привяжите, как угодно. Это память. Тихо, Маша. Все, молча. Господи, Господи, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. У всех просфорка в ложке лежит. Водичка не лежит. Ложка в просфорке у всех. Ой, просфорка в ложке. Я не сказал, ты уже сам не выйдешь. Ну, вот. Поверили. Ты уже пробежали, что ли? Два круга? Да, два круга. Давай, надо ли? Я еще руки за одну. Че? Два круга надо? Ну, конечно, два круга. Давай, Тарас, два круга надо. Я говорю, вот так, вот туда-сюда. Давай, Тарасей. Не отставай. Давай, давай, Тарасей, Тарасей, быстрей. Там сейчас кропи возьму. Ну-ка, Сася. Че ты делаешь-то, ну? Дуристика твоя. Заходи. Дверь не забудь закрыть. Вот таким хлебом пускай стряпает. Двери только касаться рукой, а не как, Тарасей, ногой пнул. Даже обслуживающий молча денег. Ну, ходи, брат, подойдай. Доедай. 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 Доедай.